Первые кадры пылающего здания появились в интернете практически сразу после возгорания. Очевидцы снимали фото и видео, и уже буквально через полчаса счет просмотров и комментариев пошел на тысячи. Я прошла несколько метров сюда, в эту сторону, услышала хлопок, подняла глаза, и вот здесь вот в этой стороне буквально, вот посередине здания, именно был хлопок, и началось возгорание. Я достала телефон, начала снимать. А вот воспользоваться телефоном по прямому назначению и вызвать пожарных очевидцы сообразили не сразу. Иначе ущерб, нанесенный зданию, был бы намного меньше. По прибытию первых подразделений площадь пожара по кровле составляла 500 метров. Из этого мы делаем вывод, что сообщение на 0-1 поступило очень поздно. Сообщение о том, что горит ресторан «Золотая пагода» поступило на пуль дежурного в 17 часов 18 минут. 25 сотрудников и гостей ресторана успели покинуть помещение. Огонь стремительно распространился по кровле на примыкающие офисные здания, благо в выходной день оно пустовало. Из соседних магазинов посетители эвакуировали без паники. Я была в это время в перекрестке. Сработало оповещение. Сказали, что покиньте оповещение, здание в сгорании. Мы вышли, а тут вся крыша горела уже. В итоге обошлось без пострадавших. А общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что здания разной этажности примыкали друг к другу. Предотвратить распространение огня на соседние помещения не удалось. На часах уже 21.40. Это означает, что борьба со стихией длится больше трех часов. Пожару присвоена третья категория сложности. Работают 145 человек личного состава и вся техника Самарского гарнизона. Но локализовать возгорание пока не удается. Был развернут пеноподъемник. Организована работа с водоканалом. Воды было обеспечено достаточно. На настоящий момент локализацию ожидаем в течение предстоящего часа. Все причины пожара будут установлены по результатам работы испытательной пожарной лаборатории. А уже через час в 22.41 пожар был полностью ликвидирован. Что послужило причиной ЧП? Роковая случайность или умышленный поджог? Предстоит выяснить следствию. Олег Зверев, Максим Гусев. События.